Да не может быть. Я не верил, что все это заработает и спустя месяц я уже записываю эти нововведения. Наверняка многие слышали про платный выезд из страны на машине. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Просто класс. Я просто поплоплю. То они скажут, ну там же не написано, что это можно делать бесплатно. Выход из подъезда у вас теперь платный. Ветераны Великой Отечественной войны? Вы серьезно? Привет. Я уверен, у каждого из вас было такое ощущение, когда ты читаешь какую-то новость и такой, да не, да ладно, да не может быть. И потом бац, и все это реализуется. Вот у меня точно такое же чувство было, когда читал месяц назад новость про то, как нас будут наказывать за непройденный техосмотр, выявляя его через камеры скорости. Я не верил, что все это заработает и спустя месяц я уже записываю эти нововведения. Об одном из таких же нововведений сегодня и пойдет речь. Меня зовут Женя, канал Автогарант. Подписывайтесь на канал, у нас будет интересно. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Областные советы депутатов могут, то есть они получили разрешение вводить на территории соответствующих территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. То есть вы ездите через пункт пропуска и если там они договорятся, с вас будут за это брать деньги. Я отреагировал примерно так же на новость с камерами и техосмотром, но, как говорится, не прошло и полгода и 30 марта выходит статья, в которой написано, что депутаты все же воспользовались разрешением и вот вам цитата. Гродненский областной совет депутатов принял решение о вводе местного сбора при выезде из страны. За каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину. Такое решение было принято на выездной сессии в Лиде и местный сбор за пересечение транспортными средствами границы в пунктах пропуска введен на территории Гродненской области. Такая мера будет действовать до 1 января 2023 года. Собранные средства, обещают депутаты, пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией. Сбор распространяется на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и максимальная масса которых не превышает 5 тонн. При этом нет разницы, какое количество пассажиров находится в транспортном средстве. Решение вступит в силу через месяц, то есть с 30 апреля. Офигенно! Просто, просто класс! Я просто поплопну. Я как бы понимаю, что у нас не вводили жестких мер и штрафов из-за ковида, как, например, в некоторых странах были и есть огромные штрафы за несоблюдение самоизоляции или отсутствие маски в общественном месте. Нарушение карантина в период режима чрезвычайной ситуации или угрозы распространения опасного заболевания влечет за собой ответственность в размере от 15 до 40 тысяч рублей для физических лиц, а для должностных и юридических до 150 и 500 тысяч соответственно. Но и у нас как бы все госсми давали понять, что в Беларуси коронавируса нет. Даже везде страны для жизни постоянно нам твердил, что бояться нам нечего. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. А тут вводят сбор за пересечение границы наземным транспортом. И что это получается? Если я пересекаю границу по воздуху, то все нормально. А если я еду на машине через Гродненскую границу, то будь добр, 29 рубликов заплати. Бабки, бабки, сука, бабки! И у меня в связи с этой новостью есть несколько вопросов, которые хотелось бы с вами обсудить. И первый вопрос такой. Возможно, мне кажется, и если я не прав, то поправьте меня в комментариях, но вот этот сбор за выезд, он полностью противоречит Конституции. А именно, статья 30. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь. Покидать ее? Покидать ее? И беспрепятственно возвращаться обратно. Ха, я уверен, я просто вот уверен, если с этой формулировкой из статьи обратиться к властям, то они скажут, ну, там же не написано, что это можно делать бесплатно. Логично. Не правда ли? Сроки. Почему до 2023 года? Там в Совете есть гадалка какая-то, которая предсказала, когда мир справится с ковидом. Хорошо, хорошо. Чистая энергия работает, сущность ушел, и чистая космическая энергия пошла, вот это вы ощущаете? Откуда вот этот вот временной отрезок? А если мы через месяц полностью победим инфекцию, что тогда? Следующий вопрос, это собранные средства обещают пустить на борьбу с коронавирусной инфекцией. Ключевое слово обещать. По-моему, слова обещания и депутат в одном предложении существовать не могут. А если могут, то только с приставкой «не». Например, «не выполнил», «не обещал», «не говорил» и так далее. И получается, обещают не значит, что сделают. Поэтому хотелось бы где-то увидеть, куда действительно пойдут наши средства. Следующий вопрос у меня про сами границы. Как это получается, что вообще разрешили области распоряжаться государственной границе? Я имею в виду, что почему область решает, что им делать с государственной границей. Мне вот это непонятно. Это как если жез вашего дома, где вы проживаете, завтра решит, что выход из подъезда у вас теперь платный. И знаете, мне смешно от того, что в марте этого года группа «Руки вверх» собрала Минск-Арену. И никого вообще не волнует, что несколько тысяч человек в одном помещении. И это один сплошной рассадник инфекции, с которой борется весь мир. А тут сбор за выезд и ковид. Как это связано? Объясните кто-нибудь. Ну и напоследок. От сбора будут освобождены те, кто едут на похороны близких родственников. Участники ликвидации Чернобыльской АЭС, выезжающие на лечение профилактории всякие, инвалиды первой и второй группы и ветераны Великой Отечественной войны. Ветераны Великой Отечественной войны? Вы серьезно? Их сколько в стране? Пять? Десять? И при всем при этом я сомневаюсь, что им нужно съездить в Польшу или Литву. Ну и как бы вдобавок ко всему этому, по традиции, не знаю почему, но забыли в этот список добавить многодетных. Вот такая у нас получилась новость. Пишите ваше мнение в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. На сегодня все. Меня зовут Женя, канал Автограм. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok